Всем фуд привет! Меня зовут Макс Бранд, это лайв канал и у меня в гостях Никита Петряев. Привет, Макс. Да, я Никита Петряев, я в гостях у тебя. Я дико рад твоему росту на ютубе, прям вот у тебя там по тысяче, по две в день, прям это очень клево. Если кто-то еще не подписан на канал, на основной и на лайв Никиткин, то по ссылке в описании можете это сделать, но после выпуска, потому что сейчас будет интересно. Да. И прежде чем вы увлечетесь его контентом, давайте увлечемся моим. Я тут был Давича, так сказать. Давича? Это недавно. В Финляндии, век живи век учись, а в Финляндии было обкатало визу, и ты курс, что мы с тобой были в один день в Финляндии? Да, кстати, мы были в один день, но Никита был в Хельсинки, а я был в Лаперанте, но сейчас самое главное, что я там купил. Я там купил самые необычные Орео, то есть в обычном приграничном магазине, там я нашел четыре необычных для меня, и я думаю, что для вас Орео. Я даже не знаю, с чего начнем. Я думаю, что начнем мы. С самого маленького? Да, то есть это Орео Кейк Кэтбери Коттед, то есть есть компания Кэтбери. Кэтбери есть, да. Это, которая пикник делает. Для котов. Кэтбери, вот, и Орео известны тем, в том числе, что они прям со всеми делают калабы, абсолютно, и с Милкой, и с Даймом, и с Кеддери. И это такой молочный или шоколадный бисквитный ломтик, который... Ну это, короче, не русского, да, происхождение все продуктики сегодня у нас? Я купил там, а русского или нет, можно догадаться, и... Ой, ну оно вообще международное, там и арабский... Ох, да, слушайте, на первом месте там английский, а потом арабская вязь, то есть непонятно, откуда это у нас, но это было куплено в... О, Египет, Египет. Египет в салах кушает их после мучения. То есть, смотри, это Египет, скакий продукт, но при этом это куплено в Финляндии и перейдено в Россию, то есть это прям международный капец. Так, и давай-ка прям... Чтоб подтаяло, да, там около пирамиды? По-братски, так сказать. То есть здесь в основном темный шоколадный бисквит и небольшая прослоечка, видимо, как Орео есть, то есть это отсылка к Орео, да. Понюхай. Ну, пахнет обычным бисквитом, знаете, вот с таким ромовым немного оттенком. Ну да, при том, если нюхать шоколадную поверхность, она слегка отличается, чувствуешь? Ну, здесь, знаешь, вот как обычный такой бисквитный ломтик, вряд ли что-то интересное здесь будет совсем. Ну, по вкусу, давай тестить. Суховато. Ну, прослоечка, конечно, тащит. Вы сделали бы её не такой, а вот такой. Ну, конечно. Было бы прям... Это нормально, но ради этого не стоит ехать ни в Египет специально, ни в Финлянду, ни в Финку. Ну, слушай, если людям нужно, как и тебе, по делам, то почему бы нет? Ну, в общем, так сказать, визу обкатать и Ореус есть. А, визу в центр? Так сколько сколько это стоит? Так нет, а это... Это абсолютно легально, в смысле, обкатать, потому что мне нужно столько же раз в Финляндию съедить, сколько я был в Шенгене. Ну, 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 типа, это реально так работает. Сколько стоит примерно? Евро, два, три? А, примерно, по-моему, 80 евроцентов. То есть, ну, эти рублей... А, 0,80. Да, рублей 50. То есть, это не так много. Ну, да. Что, с этих дальше? Дальше нам нужно выбрать либо оригинальную, либо карамельную сладость. Ну, скажу так, оригинальную я уже пробовал, поэтому... А, ты пробовал? Да, поэтому давай с неё начнём. Да, давай. Чтобы возобновить вкус, да. А я думал, прям это такие новые сладенькие, ты уже всё пробовал. Молодец. Да, здесь ещё есть такая фиговина. Ох. Ты типа... А-а-а. Понял? Да, то есть, это открываешь. Ну, как открываешь? Открываешь. Ну, типа... Просто отклеиваешь, да. Ну, типа, да. Не доел, типа, такую штуку. И потом заклеиваешь, чтобы это у тебя... Не обветрилось и так далее. Ну, не совсем как. Ну, я понял, как, что я не буду сейчас уже правильно, что у нас ещё не обветривается. Потом так заклеил. Главное сделать, да. Просто, да. А там с двух сторон такие отверстия. Не продавать только тон. Ты знаешь, майонез этим самым скрепкой. Да-да-да. Типа, я изделяю. Короче, это, видимо, тоже коллаборация, потому что Joy Feels, видимо, тоже какая-то фирма. То есть, это хрустящая кремовая начинка. United Kingdom. Между прочим. То есть... Однако. Я думал, финны, ну, типа, сами произвели всё. Они тоже всё берут и в приграничные магазины. То есть, вот такая вот подушечка, довольно маленькая. Потому что они здесь нарисованы, кстати. А, блин. Ну, то есть, ну, да. Они, кстати, нарисованы такими же, но чувствуется, что масштаб вот... Ну, чуть-чуть вот подвеличили. В общем... Странно пахнет. А, так обычной... Стандартной подушечкой? Обычной кукурузной палочкой. А, точно, точно, точно. Кукурузной палочки. Ну, чё, чекаем? Мне почему-то кажется, что нам одной вот такой штуки не хватит, чтобы ощутить. Это потому что то, как по мне, что надо вот так прям... Посмотрим. Обычная кукурузная палочка, то есть, на вкус... Ну, прослойка. Она, конечно, тащит. Без неё было бы прям... Та же. Та же ореонная прослойка. По-моему, которая и в печеньках используется. Да-да. Да-да-да. Потому что иначе было бы глупо. Потому что ничего не получается. Не, ну, если без прослойки, прям такое, согласись. Без вот этой начинки. И ты был прав, то что нужно прям несколько хватать. Я потому что первую не доел, вторую же закинул. Я же пробовал. Ммм, в общем, реально, если вы как семечки это лузгаете, очень клёво. О, нормальный. Вот. По одной не хватит. Там как раз объединяется вот эта тут белая прослойка, и она наполняет вкус. Да. И сразу прям кайфовенько становится. Ммм. Ну, в общем, тут... Мне кажется, даже можно молоком залить и как хлопья есть утром. Кстати говоря, вот его смотрелось. Так вот, а второй Joy Fills Oreo у нас Choco Caramel Cream Flavor. То есть это шоколадный карамелевый крем. Вот мне интересно, будет ли там та же начинка, которая используется в шоколадных орехах? Помнишь? Ну, есть, типа, стандартный, есть шоколадный. Нет, потому что... Другой думаешь? Здесь будет карамель. А по-моему... Та же? Угу. Знаете, тут даже... То есть... Я, когда слышу слово карамель, мне кажется, что она должна быть как в Сникерсе или там в ещё чем-то подобном карамельном. Это чисто стандартный, только от чёрного. Здесь же больше шоколад с привкусом даже, знаешь, орехов. Ты здесь вот... Точно, нут тоже чувствуется, да. Нут? А может, над? Над. Да-да-да-да. Или нут реально. Знаешь, где это делают? Не знаю. В Дании? Хотя казалось бы, то есть... Они вообще типа там на тыриль, там на тыриль. Мы финны. Великобритания. Великобритания. Не понимаешь? Почему в Великобритании любят кататься на велосипедах? Великобритания. А, Великобритания. В той же серии Великобритания. В общем, если сравнивать, то это больше ему количество подойдёт, классика, а это более интересный. И если вы, в принципе, уже много чего пробовали, то этот вариант вам подойдёт вообще очень хорошо. То есть тут, знаешь, это не притер, но тут есть небольшая горчинка вот горького шоколада. Здесь есть ореховость, здесь есть небольшая тоже карамельность и, в принципе, шоколадность ещё и подушечек. Да, я бы даже так сказал, что те, кто любят больше молочный шоколад, им, естественно, понравится это. Те, кто любят более тёмный, горький, то, соответственно, им это. А те, кому пофиг, им и то, и другое зайдёт. Вот я опять же возвращусь к тому предложению, к той мысли, что если мы видим Oreo в названии, то мы хотим, чтобы был этот вкус. Это да. Если здесь ещё за счёт прослойки можно подумать, ну да, я ем как бы прослойку Oreo, то вот здесь... Фантазии не хватит. Фантазии не хватит абсолютно. То есть тут ты должен настолько помнить всегда и пытаться сопоставить необычный Oreo с этим, что, понимаешь, рушится вся магия. То есть... Это да. Но почему-то мне вот этот Joy Films очень напоминает символ этого орбита. Ну, кстати, да, тут такая... Что-то прям вот... О, небольшая есть. Да. Похожесть. В общем, это тоже вкусно, тоже сладенько. Не скажу прямо, что для всех лучше, но в целом стоит попробовать, если вы вдруг это найдёте где-то и это не будет для вас дорого. Потому что подобная пачка, я думаю, что в России может стоить и там 150-200 рублей. А это... Уже дороговато, конечно. Это... Не надо. То есть за соточку ещё можно, но дороже 150 я думаю, что вообще брать не стоит. Ммм. Итак... Последний... На сегодня... Продуктик. Это страубори, но не просто, а страубори чизкейк. То есть это чизкейк клубничный. Понимаешь? Потому что Oreo тоже... У них даже в стандартных, кстати, вот печеньках, у них очень много вкусов. То есть там есть и какой-то мятный, и этот самый... Юникорн вкус, то есть с каким-то... с мороженым, ещё с какой-то... не знаю. А тут чизкейк... Нет бы... Они могли по логике сделать с чизкейком Oreo, а могли сделали с клубникой, а они... А я думаю, что у них есть отдельно чизкейк, отдельно есть клубника. Полюбаса. Это, наверное, самый дорогой, да? Ох! Я вот прям вот отсюда даже чувствую уже запах. Вот он прям... Он смешанный, реально пахнет классическим вкусом клубники. И плюс... Вот... Тем самым... Сырность такая вот небольшая, приятная, кондитерная от чизкейка. Мне до сих пор интересно, да, где это сделано. Где это сделано? Да. Видимо, тоже Дания, потому что первым... Денмарк, типа, да? Денмарк, да. Давай прям посмотрим. Так-так-так-так-так-так-так-так. Мэйден. Мэйден. Ой, я даже по-русски чё-то вижу. А, это болварский. Румыния. Румыния? Капец, все из разных стран. Это Румыния, да. Это тебе. Это мне. Нет. То есть, тут целые у нас печенюшки. И, в принципе, они здесь не пожалели, конечно, начинки. И она очень пахнет натуральной клубникой. То есть, вы знаете, вот когда вы берете несколько ягод, размалываете их в кашу, то есть... Запах вот этот аромат. Это вот, знаете, до добавления сахара, когда вот он в России, такой вот свежий кисленький аромат свежедавленных ягод с огорода, вот он прямо здесь есть. Ну, и чуть-чуть, конечно, тоже чизкейка есть. Слушай, это что-то новое. Ммм. Ну, слушайте, из орео. Я такое орео не пробовал вообще. По вкусу, конечно, не так радужно, как я описывал. Поэтому и новое. Огородную клубнику, но в целом это интересно. Не, реально. То есть, я кучу орео перепробовал, ибо наш общий друг Костя постоянно говорит, смотрите мне орео, попробуйте, попробуйте. А такого... Ммм, ну, кстати. Прям вообще не рад. А отдельно пробуешь серединку? В смысле, в смысле, в смысле? Не понял. Смотри, если ты пробуешь отдельную прословочку, то она как бы не очень вкусная. Но! Когда ты ешь вместе, у тебя послевкусие очень приятно. То есть, это вот печенька с... сердцевиной, она объединяется... Вот! То же самое. Она объединяется и получается органичный, законченный, приятный, волшебный вкус. По такой логике можно в хлеб накидать какую-то фигню, и вместе получится органичный вкус. Такая хлеба заместит. Это называется схварики. А-а-а! Что это значит? Понимаешь? Берешь хлеб, берешь какой-нибудь сырный там порошок, еще какой-то, и получается схварики. Ну да, реально. Понимаешь? С пастой это вкуснее. А обычная орео, если ты середин ешь, она довольно вкусная отдельно. А вот здесь прям очень круто появляется только вместе. Только вместе. Только сейчас. В общем, друзья мои, такие вот необычные продукты орео мы оценили, попробовали для вас. Пишите в комментариях, что вы из этого пробовали или хотите попробовать. И также подписывайтесь на канал Никиты, на оба, потому что на обоих каналах по два выпуска в неделю. Охренеть! Это да. Человек просто машина. Поэтому спасибо тебе огромное. Спасибо, что позвал. До новых встреч, вы лучше всех. Пока.